Между человеком, адвокатом и адвокатурой, и интернетом, с другой стороны, есть много граней взаимодействия. Я в начале сегодняшнего мероприятия хотел бы остановиться, может быть, только на двух, хотя их наверняка больше, и, может быть, в ходе дискуссии мы не только об этих двух гранях поговорим, но и о каких-то других проявлениях этого взаимодействия. Первая грань очень понятная мне, и это называется позиционирование и рекламирование пиар и маркетинг адвокатов и адвокатурой в интернете. Это замечательная совершенно тема, и мне, я думаю, не только мне, известные адвокаты, которые, являясь очень хорошими людьми с точки зрения наличия у них определенных человеческих качеств, достаточно средними юристами, я в данном случае ничего плохого сказать не могу, потому что в наше современное время быть средним юристом – это тоже почти подвиг. Юристов средних, хороших, предковики не так уж много и осталось. Но люди, умело использующие интернет и свое собственное позиционирование, свое собственное лицо, изображение в разном окружении, по разным темам, в разные дни календаря, в основном красное, сумели подняться достаточно высоко во всяких там рейтингах. Отдельный вопрос – это доверие рейтинга. Но давайте резюмируем, что рейтинги более-менее реально отражают реальную картину расстановки в адвокатском сообществе и умение тех, либо иных людей, наших коллег, наиболее адекватно представлять интересы наших доверителей. Так вот, я просто наблюдал в течение последних нескольких лет, когда очень хорошие, замечательные люди, но средние юристы поднимались буквально на 5-6 позиций в течение 2-3 лет в этих рейтингах, в основном за счет использования интернета. Я, честно говоря, очень рад за этих наших коллег. Другое дело, что, конечно, хочется предупредить, что рано или поздно все-таки встанет вопрос и профессиональной пригодности этих людей. Ну, то есть люди, узнав из интернета, из рейтинга о том, что есть такие-то и такие-то замечательные компании, бюро адвокатские и так далее, они рано или поздно захотят увидеть и продукт, соответствующий месту в этом рейтинге. И это будет, наверное, более важное и серьезное испытание для этих наших коллег, чем вот эта попытка победить окружающий мир при помощи социальных сетей. Это первая грань, о которой я хотел бы упомянуть в начале нашей сегодняшней работы. И вторая грань, может быть, менее симпатичная, но не менее серьезная. Это границы позиционирования адвокатов и адвокатов в социальных сетях. Что можно адвокату, что нельзя. Я хочу напомнить, у нас, у российских адвокатов, последние 12 или 13 лет существует писанный, наконец-то, кодекс профессиональной этики и в нем закреплены определенные правила, стандарты позиционирования, поведения адвокатов. И встает вопрос, насколько эти правила распространяются на поведение в социальных сетях и вообще, как с этими правилами быть. Хочу напомнить просто вкратце, что вообще-то в российской адвокатуре последние несколько лет как бушевала достаточно серьезная дискуссия относительно пределов, внутри которых распространяется действие кодекса профессиональной этики и за пределы, в которых он не должен выходить. Очень многие коллеги, ну не многие, но некоторые коллеги, и заглопнув за собой дверь в зале заседания, даже не в зале суда, становился свободным от действия кодекса профессиональной этики и тех ограничений, которые этот кодекс на нас налагает. Ну, прежде всего, такого рода позиция, она объяснялась опасениями того, что органы адвокатского самоуправления, либо органы юстиции через органы адвокатского самоуправления начнут вмешиваться в личную жизнь адвокатов и, может быть, некоторые аспекты личной жизни этих адвокатов будут использоваться для дисциплинарного преследования. Вот примерно такая логика была у этих коллег. Но, вы знаете, как говорили классики, практика – это лучше верила происходящих вещей. Дело в том, что мне за последние 10 лет неизвестен ни один случай, когда, используя кодекс профессиональной этики, органы адвокатского самоуправления сводили счеты с коллегами, а тем более, прошу прощения, управление юстицией на местах через органы адвокатского самоуправления преследовали неугодных им адвокатов. Но вот такого не было. Были случаи, когда, всем известен случай Дениса Пучкова, кстати, тоже отличный пиар, человек себе сделал, его исключили из состава адвокатуры в Стердловской области под предлогом того, что он одновременно оказывал юридические услуги через общество с ограниченной обвестностью. В свое время эта тема была поднята на высокую волну обсуждения, обсуждалась широко в Москве. Многие использовали в качестве аргумента относительно того, что российская адвокатурная очень адекватно относится к не самым худшим своим членам, и используют формальные предлоги для такого рода позиционирования. В конце концов, все хорошо для Дениса закончилось, и он сейчас в соседней области является адвокатом, членом коллегии, по-прежнему живет в Стердловске, и его компания, по-моему, после этой дискуссии, его адвокатское бюро стало в нашей стране еще более известным. Я не думаю, что он это делал специально, но в конце концов, и этот достаточно печальный опыт, интернет помог превратить в некий капитал. И очень важно, что действительно могут себе адвокаты позволить в социальных сетях, в интернете. У нас был один такой, не знаю, насколько он типичный, этот случай, но, по крайней мере, на слуху и обсуждался. Где-то далеко в Сибири, не буду называть регионы, это могло случиться на самом деле в любом регионе, не обязательно в Сибири, адвокаты отмечали какой-то праздник, адвокаты тоже лучшие, очевидно, они приняли спиртного, и начали, как говорят, я сам этого ролика не видел, но он пересказывался неоднократно, он мне нет оснований не видит, тем, кто его видел, начали танцы на столе, и в не самом приличном виде. После этого эти записи, естественно, вы знаете, вот вы видите, что происходит с людьми, как только у них есть телефон, он же гаджет в настоящее время, все начинают снимать. Естественно, это оказалось через день или на следующий день в сети, причем было понятно, что это не просто замечательные, симпатичные люди отдыхают после работы, из всего следовало, что это именно российские адвокаты. И это тоже вызвало у одних из коллег, более негодование и недоумение, как они могут себе это позволить, обнажаясь и почти обнажаясь, танцевать на столе, и при этом не скрывать, что они адвокаты. Тоже вот интересный такой казус для предмет для обсуждения, но я бы не хотел, чтобы мы исключительно вот на этой части позиционирования сосредотачивались и останавливались, есть и другие аспекты. Причем я в начале своей беседы хотел бы отметить еще одно обстоятельство. Очень многие интернет-порталы или интернет-ресурсы, наверное, как средства массовой информации, я прошу прощения мне за невежество, они не относятся в полной мере, хотя есть попытки государства, и на них распространить требования соответствующего законодательства, тоже очень интересно себя позиционировать по отношению к адвокатскому сообществу. Я не буду называть эти ресурсы, ну, чтобы кто-то не воспринял это как обиду, или, может быть, я, кстати, не исключаю, что я неправа, у меня тоже могут быть несколько предвзятое осуждение. Некоторые ресурсы проявляют к адвокатуре, к адвокатам, вот такой, я бы сказал, повышенный интерес. И чтобы адвокат плохого не сделал, адвокаты тоже люди, с ними тоже случаются всякие интересные истории, некоторые ресурсы считают своим долгом обязательно отразить это, чуть ли не в главных новостях, и показать городу и меру, что вот смотрите, оказывается, как. Меня больше всего потрясла эта замечательная история, вы же меня извините, но действительно из интернета был заголовок такой, я текст не читал, он сам заголовок привлекает, и он потом был, или очень большое количество раз в сети, называлось так, как адвокат изнасиловал любовника своей жены. Совершенно замечательный текст, вообще, конечно, там надо разбираться глубоко, очень интересные были комментарии, что если они все адвокаты, хорошо, что адвокат, а не судья, ну как-то, вы понимаете, куда человеческая мысль сразу стала двигаться. Конечно, никто не может диктовать тому-либо иному интернет-ресурсу, средства массовой информации, политику редакционную, и мне кажется, что если истории такие, в том числе забавные, иногда трагические, с адвокатами помогают этим ресурсам оказываться, ну, как бы на плаву и быть сверху в топах, то мы, российские адвокаты, тоже этого обстоятельства рады и готовы всячески этому содействовать, тем более, как говорите, Генри Марко еще у нас своих словочей достаточно, и поэтому жизнь вам в этом смысле обеспечена информационная, ну, как бы, надолго. Имеем право, я не говорю, что достаточно, имеем право мы с двоих. Да, я прошу прощения, это очень важное уточнение. Это очень важное уточнение. Вот, наверное, эти слова я хотел бы сказать вначале, не претендуя на то, что я задаю там, как бы, направление нашей дискуссии, но, тем не менее, мне показалось именно на это обратить внимание в начале беседы, но я действительно рассчитываю на то, что присутствующие здесь коллеги и другие аспекты взаимодействия адвокатов и адвокатуры с интернетом обнаружат, и мы их с большой пользой и интересом для себя обсудим сегодня во время этого мероприятия. Спасибо за внимание.